Шалом Уврахам! Сегодня мы поговорим про Пурим, извините, про Песах, я еще в атмосфере Пурим, я еще поговорим про Песах. Это тот, может быть, те, кто нас слышит по интернету, это может быть такой урок, который мы уже говорили об этом в прошлом году, может быть, даже позапрошлом году, но проблема, дело в том, что я думаю, что нужно перед каждым праздником, это как Агадата Песах, то есть тот же текст все время, еще раз, еще раз, это больше входит в душу, это во-первых, вторая причина в том, что я каждый год добавляю что-то новое, для того, что еще не говорил в прошлый раз, и еще одна вещь, это я сейчас пишу книгу, и у меня нет времени писать новый урок, поэтому это тот же урок, который был в прошлом году, и раньше, да. Но мне кажется, что это важная идея, которую нужно понять. Итак, начнем с того, что... Скажите, а можно выключить эту штуку или направить ее куда-нибудь туда, наверх, чтобы она была не на меня? Давайте. Начнем с того, что однажды ко мне пришел мой сосед и сказал, что там, спросил, ну как у тебя там был Песах, как, что вы читали, сказал, ну там то-то-то, он говорит, а у меня мы бы сделали Песах такой, что я не читал детям Пасхальную Агаду, то есть это рассказ. Я говорю, почему? Потому что, если обратите внимание, что в этой Пасхальной Агаде почти ничего не написано про исход из Египта. Там написано о том, разные такие вещи, которые не имеют прямого отношения к этому. Если вы читали это в году или помните из прошлых лет, вы, наверное, обратили на это внимание, там рассказывается про рабе Акива, или там про Якова Вину, что его преследует Лаван, или там идет речь о мудрецах, которые сидят, там Бнебрак, и потом там рассказывается про четырех сыновей, и какие-то такие вещи, которые там про Иерусалим, они совершенно не касаются, вроде бы, исхода из Египта. И там подсчет, сколько пальцев было у Всевышнего, там какие-то такие вещи, которые вроде бы странные. И даже упоминания Моше в этой Агаде почти нет. Там есть одно такое, так, между делом. Даже его имени там не написано. Про Терахаб написано, про Хагадия, там про Бензома, что сделал он так учился, или там про разные там учения, что это все есть. А про Моше нет, а почему? Поэтому, говорит мой сосед, я вместо того, чтобы читать эту Агаду, которая, в принципе, уже, наверное, устарела для наших дней, я вместо этого беру просто из книги Торы, из книги «Исхода», и читаю моим детям о том, как евреи попали в Египет, как их там угнетали, и как они оттуда вышли. Вот это Агадада, вот это и есть Агадада Пейса. И я ему сказал, я думаю, ты не понял самую главную идею. И ты, и все, что ты говоришь, и я, и говорит, у меня большое сомнение, исполнил ли ты правильно заповедь вообще. А заповедь в том, чтобы рассказать нашим детям о бесходе из Египта. И я ему там объяснил целую идею, поэтому вот эту идею я сейчас вам ее расскажу. Дело в том, что наши мудрецы говорят, что исход из Египта очень-очень похож на процесс родов. Да, обратите внимание, как начинается вся история с чего. Как евреи попадают в Египет. Юсеф, его приводят в Египет в качестве раба, он там становится царем, а потом там зовет всех своих родных. И это очень похоже на том, как семя попадает в матку, и она оплодотворяет яйцеклетку, и становится там главным действующим лицом. Сейчас все тело женщины начинает работать на этот разъядающийся плод. И действительно плод развивается, он становится царем, самым главным действующим лицом во всем теле. И потом, когда приходит время рожать, то начинается это с того, что там появляется кровь. И Нил стал кровью, наполнился кровью. Это был первый удар из десяти ударов. И каждый удар, это как схватки, которые выталкивают плод наружу. И кончается тем, что расступаются воды, как раскрылось это Красное море. Евреи проходят по этим водам, и потом после этого выбрасывается наружу сама матка. Знаете об этом, да? Когда есть роды, после плацента выходят наружу. Это как египтяне, которые вошли в Египет, которые вошли за евреями в воду, были потом выброшены наружу мертвыми. И во время всех родов обычно женщина кричит. И сказано «Вы ца-как, ду-лай, тава митсраем». То есть это очень большие крики были в последний день, когда выходили из Египта. И потом пророки рассказывают, там всякие возможности, что Всевышний как бы меня очень похоже на то, как мать занимается ребенком. То же самое также и Всевышний занимается нами и впоследствии уже будучи в пустыне, он нас кормит чем материнским молоком, маном. Кстати, этот ман называется на иврите как грудь. Как грудь. Перевод слова ман это шад, лешад. Если вы обратите внимание, там написано слово, в Торе написано лешада шамэн. То есть лешад это грудь материнская. Шадай. И потом мы... И потом... И есть там всякие такие, да, есть очень много таких вещей, которые очень похожи на то, как все происходит в жизни человека. И если мы посмотрим, то мы увидим, что весь мир наш строится по той же модели. Существует определенное... То есть всегда это происходит на разных уровнях. И в животном мире, то, что я сейчас с вами писал, и в мире растительном. любое растение, когда оно... Стебель, росток появляется на свет, оно сначала ломает, открывает само семя. Семя, да, то есть всегда что-то раскрывается, и изнутри выходит росток. И то же самое... И то же самое происходит и в... и в... творении всего мира. как начался этот большой взрыв, то, что мы называем, называем, да, большой взрыв. Это была одна маленькая точка, которой мы не знаем, что это такое, и что это на самом деле. Но наши мудрецы говорят вот про эту маленькую точку, которая взорвалась и распространилась на весь... и распространилась наверх, да. То есть вышло из чего-то очень сильно запрессованное, но есть взрыв и выходит все наружу. И мудрецы наши говорят, что действительно рождение этой вселенной, это было как рождение ребенка. Это было то, что было за... очень сконцентрировано маленькое стало вдруг огромным, большим, распространилась на все целое. Может, вам будет интересно, я вам расскажу, я вам переведу один такой мидраж, мидраж Танхума, то есть этот мидраж, который написан 1200 примерно лет тому назад, да, представьте себе, это то, что это не просто кто-то хочет подогнать под идею большого взрыва, а это мидраж, который передается из поколения в поколение уже очень много времени, и он пишет такую вещь, «Кеши Бара кадош Барху это от Оламо ки елуд иша бара брао». Когда Всевышний сотворил мир, он его сотворил как ребенка, который иша, как женщина, которая рождает ребенка. «Ма илуд иша матхил битабуро в мутеах лехан у лехан», так же, как зародыш, который начинается в одной точке, но он потом начинает распространяться туда и сюда, «Ля Арбат сдадим» на четыре стороны света, «Ках итхиля кадош барху леврот от Оламо ми эвенштия», то есть так он начал творить этот мир, от этого «эвенштия» это тот камень, от которого все прошло наверх, да, храмовый гарьон находится. «Вемена уштат улам», и вот оттуда, вот на нем был и основан весь мир, «Вейцарата валад», и поэтому творение зародыша «Кейцарата улам», так же, как творение этого мира, то есть не как наш мир похож на творение ребенка, а наоборот, творение ребенка построено по тому же принципу, по которому был сотворен мир, «Кейнегет и царата валад, вемей и мо», да, и действительно, если подумать, почему существует в нашем мире такая модель, такая, мы видим такое постоянство, все время случается то же самое, ведь можно было бы это все твои, ведь есть альтернативные пути, как мир бы наш мог функционировать, например, мы могли рождаться тем, что мы как амебы или как инфузория рождается, они делятся каждый сам по себе и становятся двое, и так далее, мы могли бы рождаться таким образом в этом мире, но мы видим, что Всевышний очень так как-то эквей, как это сказать по-русски, когда точно возвращается к тем, действует как бы творит по тем же, по тому же принципу, по тем же меркам, еще раз, еще раз, все время это делает заново, и мне кажется, что это очень важно понять саму эту идею, почему это так происходит, а дело в том, что выход из Египта это не какое-то событие, которое мы празднуем, которое произошло 3300 лет ему назад, и вот мы с тех пор его помним, празднуем, его так отмечаем, а это на самом деле не событие, а процесс, который мы его отмечаем, то есть исход из Египта, он произошел в какой-то определенный день, скажем, 15 Ниссана, это действительно был такой день, но на самом деле это процесс, который тянется еще сотворение мира, вот об этом наши мудрецы нам говорят, что на самом деле это не то, что началось вот тогда, когда они вышли из Египта, а это определенная идея, которая проявляется в нашем мире в разных исторических событиях, и поэтому мы все время это помним, мы говорим об этом, если вы обратите внимание, есть, когда мы говорим в Роша-Шана, то есть в этот праздник, в судный день еврейский, мы говорим, что в этот мы отмечаем этот день, так как он нам напоминает об исходе из Египта, но это нужно понять, я сейчас это скажу на иврите, но обратите внимание, это очень странная формулировка, Всевышний говорит, то есть это благословление такое, что мы ты нас сотворил, так далее, так далее, ты сотворил этот мир, и вот сейчас мы его отмечаем в память об выходе из Египта, но это странно, нет, как это сотворение мира, это память о выходе из Египта, какой был выход из Египта, ведь это же было выход из Египта было там 3000 лет после творения этого мира, то есть это память самого процесса, вот-вот, об этом же и об этом это то, что я хочу сказать, потому что иначе это нелогично, но это то, что написано в Махзоре, вот слушайте, это то, что ты нас создал, ты нас ведешь по этому миру и так далее, и так далее, и поэтому дай нам пожалуйста Всевышний этот судный день, день памяти, день трубный, как бы, как бы, шофара, трубный, трубный, день этого, трубный день, как бы, микрокодыш, зыхал лицят митсраим, то есть то, что произошло от твоего святое событие, в память о выходе из Египта, или это нелогично, или мы чего-то здесь не понимаем, а я думаю, что мы чего-то здесь не понимаем, вот это, вот эту идею, с которой мы сегодня начали, что это не событие, исход из Египта, это определенная идея, которая выражается в мире историческом, в мире физическом, в мире ботаническом, биологическом и историческом, но это не что-то, как тогда это произошло, и вот мы видим этому всевозможные такие намеки в Торе, ну вот например, такой намек, если вы помните, когда Ицхак просит у Якова, у Исава, чтобы он ему принес там дичь, и Яков ему приносит два козленка, и наши мудрители спрашивают, а какие два козленка он ему принес, что разве ему Ицхаку в то время примерно 180 лет, неужели такой старик может съесть двух козленок, я лично еле-еле одолеваю там четверть курицы в субботу, а он два козленка, как, говорит, нет, конечно, он не ел их два козленка, а что же, зачем ему два, потому что это был Песах, и вот он ему один принес, один козленок был в качестве жертвы в праздник Хагига, а второй козленок был пасхальная жертва. Мы говорим, как, подождите, что это значит? Был Песах, ведь это было за 400 лет до исхода из Египта, какой Песах? Ведь что такое слово Песах, что Всевышний перешагнул через наши дома, он уничтожил во всех домах египетских первенцев, а через еврейские дома он перешагнул. Вот это слово перешагнул, это есть слово Песах, пересху, то есть христиане взяли это название Пасха, но это название на русском языке не имеет никакого смысла, ничего не значит. Пасха, ну Пасха, а что такое Пасха? А на иврите это значит это как бы скачок, что история наша это то, что Всевышний нам хотелось сказать, история наша развивается скачкообразно, она не гладкая, она не идет так, а происходят там какие-то процессы, которые там накопление происходит историческое событие опять скопление там еще скачок такой они сравнивают и говорят ты видишь как в песне написано что мой возлюбленный он как олень на горах на холмах он бежит по холмам а когда олень бежит по холмам мудрецы наши говорят то мы его видим и он пропадает а потом опять его видим на другом холме пропадает опять видим и так проявление творца в этом мире это когда это но турбление в шафар у него есть как бы 4 вида один из этих видов называется шварим вот это да они говорят о том что так движется история и сейчас он но это мы понимаем да вдруг сейчас нам говорит медраж что и цхак тоже праздновал песах ну а какой песах он может праздновать если это было до этого и потом этому есть еще нескольких таких подтверждений там например лот когда пришли к ангелу к лоту он тоже там дает мацот а какие мацот могут быть ведь это мацот из-за того что мы вышли из Египта и поэтому эти хлеба которые мы тогда сделали не успели закваситься то есть стали мацот и поэтому сегодня им мацот если они не успели закваситься то каким образом это связано с тем что лот 400 лет до этого дал им мацот такого быть не может то есть явно какой-то анахронизм какое-то противоречие фактам или историческим событиям но но дело в том что мы поэтому мы понимаем что на самом деле исход из Египта это 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 метафизическое событие или метафизический процесс точнее сказать и его одна из одной из его пиков этого события этого процесса оно происходило 15 внецана и вот это то что мы сегодня празднуем но это не является его си его как бы наивысшей точкой потому что наивысшая точка будет в будущем когда в будущем знаете когда в наши дни говорит об этом пасук пасук ше ила выяви на исраэль мерец цафон то есть говорит пророк что больше не скажут больше не будут упоминать даже выход из Египта скажут что жив наш бог не тот который нас вывел из Египта даже этого не будут сказаны а будут говорить жив наш бог который вывел нас собрал и поднял нас в землю из северной страны а что такое северная страна мы пока не знаем но на сегодняшний день два сильных кандидата на северную страну это Россия из которой произошел самая большая алия которая была в Израиле это именно из России то есть миллион человек это это одно а вторая сам северная страна это северная Америка которые еще не пришли сюда но я думаю к этому к этому это все идет понимаете то есть пророк говорит он пользуется этим словом не из Египта главное а из северной страны я сейчас смотрю на нашу на нашу историю на нашу нет кандидатов других может быть еще что-нибудь не дай бог евреи уйдут в Скандинавию или все заберутся где-нибудь куда-нибудь на Аляску но кроме этого нет то есть мы понимаем что видимо именно наши дни наше время это то время когда будет наиболее высокий пик выхода из Египта последний исход да последний исход да и и вот для того чтобы объяснить нам эту идею того что главное здесь именно этот процесс а не событие которое произошло 15 нисана в той географической точке которую мы называем Египет вот для этого наши мудрецы создали этот аград а песах то есть это то что мы читаем на в этот пасхальный седр ту а году это называется а года то что мы читаем там не все написано хронологически а наоборот это а года очень эклектично то есть что же эклектично эклекти это имеет это значит как бы собирание да собираешь оттуда оттуда ту коллект ту эклек это берется оттуда от той же от той же того же корня то есть то есть это это как бы мозаика такая как бы когда ты читаешь она вроде кажется тебе странно там вдруг вспоминают раби Акива вдруг прыгают туда там в раскрытие моря вдруг вспоминают бензома то есть такой как бы нет какого-то порядка там да но для чего это почему написано так ведь они могли изложить нам систематический рассказ об исходе из Египта то что и мне для этого не нужно так уж много учиться в академии чтобы излагать систематически потому что мы видим в Торе это изложено довольно довольно точно хронологически и поступательно с развитием и все нормально то есть просто перекопируй из того что сказано в Торе перейти это в Агаду и вот у тебя все нормально это то что сделал мой этот сосед с которым я рассказал в начале урока но почему же наши мудрецы это сделали не хронологически и экритически то есть вспоминают события которые произошли там слованом так так начинается если вы помните когда Тапес то он говорит Арами Ове Дави Вееред Мицраима Веегур Шам то есть зачем он мне рассказывает что там этот Арами Ове Дави рассказывает мне про Вавилонский плен да Вавилонский голод а вот для этого это все это написано чтобы ты понял что ты сейчас находишься в этот день перед субботним перед этим столом праздничным столом это ты ты как часть чего-то огромного ты не просто там какой-то как кусочек мозаики какой-то а ты на самом деле как звено в этой цепочке которая длится от Якова и продолжается в наши дни то есть мы наверное самая главная идея выхода из этого чтения о годы и то что мы празднуем там этот песок то это все это мы делаем его главная идея чтобы человек ощутил себя частью этого целого что это не сейчас я или вы там сидите за праздничным столом и празднуете какое-то событие которое произошло там 3300 лет тому назад все наши праздники такие и в этом отличаются все наши праздники от тех праздников которые празднуют люди в своей жизни там в других народах ну да представьте себе там что празднуют допустим там я знаю там скажем день 9 мая что празднуют празднуют что там 70 лет тому назад 80 лет тому назад была там победа над врагами и мы их до сих пор помним да и мы это будем до сих пор помнить до сих пор боремся да до сих пор боремся против них да продолжая войну да то есть мы всегда там или или там французы празднуют там допустим 14 июля что произошло там они там в 1789 году они там мы освободили было там Бастилию там произошел переворот там прекрасно то есть они празднуют то что было когда-то а когда мы сейчас говорим о исходе из Египта мы не мы не отмечаем то что что-то когда-то было и мы до сих пор помним а это мы пытаемся пережить заново этот процесс исхода из Египта но исход из Египта это нет исторический процесс который тогда они вышли из там этого из этого географического места а слово Египет на иврите это границы мейцраем мейцарим мейцраем на иврите слово можно сказать двуль это граница а можно сказать также слово мейцар или слово узкость узкий интересно вообще узнать кто-то этим если кто-то этим занимается вам это интересно узнаете мне тоже будет скажите мне об этом слово на русском языке царь это происходит только от от сизер только от латинского слова кейсар царь или все же оно идет каким-то связанным наверное с царом царь от цезарь почему цезарь называется цезарем царь это может быть это царь на иврите это как на английском по-моему я вам говорил как на английском слово звезда как на английском звезда стар это эстар эстер аштагар есть многие слова которые происходят из старых языков вот вот этот но на еврейском слово египет это границы это ограничения и вот мы учимся освобождаться от этого ограничения но ограничение того что ты сейчас будешь жить в анархии делать все что тебе хочется все что тебе интересно все что здорово настоящая свобода это когда ты не становишься рабом своей воли то есть нам кажется часто что настоящая свобода для меня ничего не ограничивает но если так то ты есть раб своей свободы это парадоксальное понятие настоящее свобода она когда даже когда если ты хочешь то ты можешь себя ограничить если ты это решаешь если ты это выбираешь секунду секунду вот когда мы говорим о выходе из Египта мы говорим об освобождении не только от внешних влияний там от внешних каких-то наших злодеев которых нас чему-то ограничивают и так далее а мы говорим об свободе своей души что ты готов жить не во имя тела а во имя своей бесконечности то есть когда ты там что-то там делаешь во имя божественной идеи там ты даешь кому-то милостыню не потому что тебе его жалко если это тебе жалко то это твое ты даешь для себя сделать для себя ты как бы чтобы успокоить свою совесть ты ему дал какие-то там доллар а когда ты это делаешь не потому что тебе так хочется ты так решил а ты понимаешь что ты сейчас делаешь какой-то митцву то это значит ты переводишь свое действие в соответствии с божественным в соответствии с чем-то бесконечным понимаете это все митцвот то есть митцва на самом деле выводит нас наружу освобождает нас от своего я потому что мое я оно очень ограниченное там человек немного хочет своей жизни там удовольствия там наслаждений там еду женщин там не знаю что такое что очень много связано это очень похоже на любое животное для того чтобы освободиться от своего я это выход из Египта это все одно целое да вы хотели что-то спросить я хотел говорить что мы учим ваасу саян глатура то есть делая ограду да 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 ограду да верно вот и и поэтому наверное главная идея в этом празднике это то что я я учусь я как бы участвую в этом процессе который происходит и в моей личной жизни и в жизни моего народа всего и в мире ботаники как мы говорили раньше и в мире фауны то есть во всех во всех во всех уровнях во всех во всех этих как бы аспектах и я как бы чувств должен ощутить главное здесь идея что я себя ощущаю нет вот я здесь главный и я хочу там работать над своей личностью и так далее а я хочу в этот день научиться видеть себя как частью этого всего и поэтому сказано должен каждый человек в этот день почувствовать почувствовать что он лично вышел из Египта и вот для того чтобы вывести нас из этой концепции что что весь исход из Египта это какое-то историческое событие которое произошло тогда для этого они написали агадат апеса в эклектической форме в том что вдруг вспоминают раби Акива вдруг вспоминают а почему как связана раби Акива с этой всей историей вы помните там рассказать что раби Акива с мудрецами там раби Тарфон раби Ушуа раби Лееза были в Бнейбрак находились раби Шима по-моему находились в Бнейбрак почему он именно об этом рассказывает а дело в том что раби Акива вы читали вообще это агадут вы помните есть такой момент когда они приходят его ученики говорят ему учителя наши пришло время делать читать молитву Кри Аджма они сидели всю ночь учили вот они приходят и говорят пришло время учить Кри Аджма помните этот момент а вот подумайте почему ученики не находятся вместе с их учителями в одной в одной комнате если бы сейчас там раввины сидели вместе понятно что ученики должны быть находиться вместе с ним а почему ученики говорят об этом раввинам что они об этом сами не знают они лучше их разбираются что сейчас пришло время гри Аджма это странное выражение а почему не было окон а почему да верно а для того чтобы они это учит нас тому что они находились в пещере а в пещере это потому что они прятались от римлян по всему этому нам дама года наши мудрецы хотят показать что происходит этот исход из Египта сейчас против римлян это тоже называется исход из Египта поэтому они приносят нам эту историю в в года и да и еще интересный тут такой момент я хочу подчеркнуть что само слово я не знаю по-русски знаете может быть по-русски как говорят слово митсиют митсиют что это такое митсиют это наш мир наше творение но как сказать сущее то что существует не существует то что существует сущее сущее да слово на русском языке сущее на иврите оно называется митсиют митсиют с буквой алиф да митсиют а митсиют это тоже происходит от слова исход и цият митсираем митсиют то есть сущее это и есть как бы весь наш мир это все это весь процесс освобождения наш мир существует как часть этого этап этого освобождения из Египта Египет который Египет который находится до творения всего мира это границы то есть из этого произошел большой взрыв когда мы читали да помните что сначала все было очень очень сильно сконцентрировано и вдруг выходит все наружу вот это и есть этот процесс и цият митсираем то есть получается что на самом деле не роды женщины похожи то есть наоборот что этот и цият митсираем то есть исход из Египта похожи на роды женщины как мы говорили в начале да а это наоборот роды женщины исходы исторические события это все похоже на на этот процесс настоящего настоящей свободы быть самим собой когда ты живешь выходишь наружу из своего я когда твое я это ты есть это концентрация моего и каждый человек который концентрируется вы для вас я есть для себя самый главный я понимаю это абсурдность нашего вообще существования потому что я самый главный и в один день умру и я буду часть этой земли какой же ты такой главный ну так ты стал очень большим хозяином чего то и ты оп и умер и где же твоя главность где же твои все твои мысли твои идеи куда это все пропало в землю прошло ничего от тебя не осталось а когда человек отождествляет себя с бесконечным то он никогда не пропадает он никогда не умирает то есть на самом деле исход из египта это исход из самого себя из своего я то есть ты есть этот египет ты должен научиться идентифицировать себя с бесконечным а это в принципе нереально невозможно без того чтобы мы начали это делать в маленьком семейном кругу со своей женой со своими детьми со своими друзьями соседями со своим народом со всем человечеством со всем творением с божественным то есть это и есть процесс исхода из египта и вот этому мы учимся к этому мы стремимся все время а именно в песах это время наиболее благоприятное для этого и вот это главная идея этого леля сэдер то мы остановимся здесь всем доброго и счастливого вам песаха доброго 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 Субтитры создавал DimaTorzok